Пожарная безопасность в частном секторе на особым контроле. Сотрудники МЧС возобновили рейды в Смоленске, в рамках которых оценивают противопожарное состояние домов, а также устанавливают автономные пожарные извещатели. В одном из рейдов побывала и наша съемочная группа. Трагедия в Починковском районе потрясла всю область. Расследование причин страшного пожара, унесшего жизни матери и ребенка, продолжается. А специалисты МЧС усилили контроль за тем, как обеспечивается противопожарная безопасность в частных домах. Согласно статистике, 70% пожаров происходит именно в таких постройках. Особый акцент на домах, где проживают многодетные семьи. В ходе рейды МЧС с Моленом рассказали о мерах безопасности и установили датчики, которые помогут предупредить жильцов о возгорании на начальной стадии пожара. Мне пояснили, что смерти происходят не от того, что люди сгорают и дети сгорают, а то от того, что задыхаются. И, как правило, это происходит во сне. И у нас не были установлены датчики дымоловителей. Мы не знали, что можно так просто на батарейке установить. Поэтому, конечно, это очень важно. Большое спасибо, что просветили. Стоит отметить, что датчики устанавливаются сотрудниками МЧС совершенно бесплатно. И такие рейды проходят на территории региона регулярно. В городе Смоленске в прошлом году, наверное, мы оборудовали 10 семей. В текущем году у нас мероприятия эти только начались. Это не только многодетные семьи. Сюда попадает и другая категория социально незащищенных граждан. В рамках возобновившейся кампании в ближайшее время планируется оборудовать пожарными извещателями около 20 частных домов в Смоленске и области. Анна Журовкова, Роман Зорин, Вести Смоленск.